МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами «Наше время» и я, Андрей Ивлев. Она просто хотела спокойно поспать. Пьяная мать выбросила из окна второго этажа своего годовалого ребенка. Новотроицк в шоке. Тяжелый понедельник для оренбургских спасателей, пожар на зернохранилище в Сакмарском районе и тревога в больнице имени Пирогова. И алкоголю красный свет. К чему стоит готовиться предпринимателям и любителям выпить? В начале Новотроицк и шокирующая новость. Мать выбросила своего годовалого сына из окна второго этажа. 26-летняя женщина была пьяна. После того, как ребенок упал вниз, она пошла спать. Наш корреспондент Екатерина Платонова узнала подробности этой жуткой истории и пришла в ужас, ведь этот случай жестокого обращения с детьми в Оренбурге уже третий за последний месяц. Случайные прохожие не могли поверить глазам своим, когда увидели, что из окна второго этажа выпал маленький ребенок. Именно они спасли жизнь годовалому мальчику. Ночью в 15-ти градусный мороз ребенок бы просто замерз. Малышу повезло дважды. Серьезных повреждений после падения врачи не обнаружили. Сотретение мозга и ссадины. А вот следователи не сразу выяснили, что выбросила из окна мальчика его собственная мать. Мать малолетнего ребенка изначально отрицала свою причастность, потом она все-таки признала, что находилась в состоянии алкогольного опьянения. Надоели ей крики ребенка. Вот таким образом она решила избавиться. Следователи не устают удивляться жестокости. Еще на слуху история, которая закончилась гибелью ребенка. Годовалая девочка несколько дней пролежала мертвой, придавленной собственной бабушкой. И снова все случилось в пьяном угаре. На этом фоне благополучнее всех выглядит мать новорожденной Регины, которая оставила девочку в коробке на улице, заботливо закутав в одеяло. Специалисты уверены, мама-кукушка рано или поздно найдется. Но достойна ли она своего ребенка? Вопрос риторический. Екатерина Платонова для программы «Наше время». Срочные сообщения в эти минуты приходят от регионального управления МЧС. В ближайшие сутки местами по области, преимущественно на востоке, ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду, а также резкое понижение температуры воздуха до 29 градусов мороза. Спасатели не исключают возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и просят оренбушцев соблюдать меры личной безопасности. Сейчас ЧП в Сакманском районе. Сегодня утром в селе Григорьевка в огне оказался зерносклад. В результате пожара брушилась кровля здания. Жертвы пострадавших удалось избежать. В это время в помещении никого не было. Не пострадали и зерновые запасы. После выходных кормовые культуры завезти сюда просто не успели. Поэтому убытки местные фермеры понесут относительно небольшие. В пятницу все корма, которые здесь с дроби, развезли по фермам. Практически здесь мы на выходные стараемся не оставлять никакого корма. На месте работали четыре боевых расчета. С огнем удалось справиться быстро. Теперь специалисты подсчитывают ущерб и выясняют причины возгорания. Предварительная версия – короткое замыкание электропроводки. Вообще понедельник оказался действительно тяжелым днем для спасателей. Сегодняшнее утро в Оренбургской городской больнице имени Пирогова началось тревоги. Там сработала пожарная сигнализация. На место прибыли 12 боевых расчетов. Как оказалось, причина – короткое замыкание электропроводки в вентиляционной камере хирургического отделения. Как сообщают в региональном управлении МЧС, возгорания удалось избежать. Эвакуации в больнице, к счастью, не потребовалось. Тема безопасности медицинских учреждений, кстати, одна из самых больных. Не везде работают кнопки вызова врача. Особенно это касается тех зданий, где идет ремонт. Обратить на это особое внимание потребовал глава Оренбурга Юрий Мещеряков. Сегодня он проверял, как расходуются средства, выделенные по программе модернизации здравоохранения. Напомню, в 2013 году городские лечебные учреждения перейдут в ведение области. И к этому сроку они должны быть отремонтированы, причем на федеральные деньги. Все ли по плану, поинтересовалась Ольга Патрушева. Кнопку вызова медперсонала в самой обычной палате глава города нажимал зря. Она в первой городской больнице пока не работает. Подрядчики объяснили, это временно. Не хватает одного блока, единственного на все палаты. То есть он просто там, смета вообще не был заложен. Поэтому сейчас его привезем и поставим. Когда этот блок будет стоять? До конца декабря встали. Ремонт отделения больницы ждали десятилетиями. И вот, наконец, свершилось. В кардиологическом отделении рады, что грядут перемены. Еще бы, больные с диагнозом инфаркт сюда поступают каждый день. Все сделают. Теперь ждем только одного. Ну что он как уж был там, без слез, нельзя посмотреть. Что там говорить? Спасибо большое. Трубы не закреплены, проводка вся наружу, до порядка и чистоты еще далеко. Хирургическим это отделение пока никак не назовешь. Между тем, сроки поджимают. В 20-х числах декабря все должно быть исправлено. Подрядчикам пришлось долго оправдываться. Еще раз говорю, не лишь бы там где-то. Это же вот старая плитка, я смотрю, осталась. Четыре отделения и две поликлиники этой больницы должны преобразиться к Новому году. На это выделено десятки миллионов рублей. Следующий объект – 4-й горбольница. Здесь у главы Оренбурга замечаний меньше, но в палатах проблема та же. Нет кнопки вызова медперсонала. Ничего не хватает, что бы надо сделать нам здесь? Чтобы сигнализация была, кнопочки. Здесь еще пахнет свежей побелкой и на лестнице куча мебели. Это последствия ремонта. В ожоговом и травматологическом отделениях, как всегда, много тяжело больных. Тимур попал в больницу несколько недель назад. В наш край приехал в командировку, сам из Екатеринбурга. 6 киловольт и ожог чуть не стоил парню в жизни. Ходить начал только неделю. Ремонт идет, что-то перспективное, хорошее. Ремонт всех городских больниц проводят на средства федерального бюджета по программе модернизации здравоохранения. На это выделено 2 миллиарда рублей. Как освоены эти средства, должны оценить и городские власти. И, конечно, сами пациенты. Ольга Патрушева, Дмитрий Журавлев. Наше время. В Оренбурге задержаны двое молодых людей, которые осквернили могилы. На мусульманском кладбище, на улице Беляевской, вандалы разрушили 4 надгробия и сломали полумесяцы. Поймать сломышленников удалось буквально по горячим следам. Они пытались сдать кладбищенские ограждения на металлолом. За что задержаны? Ни за что. Ничего не совершал? Нет. Позже задержанные признались, что они действительно забрели на кладбище. Правда, были в изрядно хмельном состоянии, поэтому плохо помнят, что именно там делали. Теперь сломышленникам придется отвечать по закону. По факту вандализма возбуждено уголовное дело. В финал громкого коммунального скандала в Перловодском районе осудили бывшего генерального директора управляющей компании «Альфа» Василия Чумбаева. Его обвинили в незаконном предпринимательстве. Следствием и судом установлено, что возглавляемая им организация около четырех лет обеспечивала жителей теплом. Однако лицензии на работу с котельными не имела. Директор компании «Альфа» промышлял сразу в нескольких районах – Переволодском, Сорочинском и Октябрьском, а также в городе Бугурслане. В итоге заработал около 90 миллионов рублей. Получается незаконным путем. В устной форме порядка двух миллионов они должны были вкладывать ежегодно в модернизацию вот этого производства. То есть инвестиционные такие проекты, они ими составлялись, но факт, что они вот в жизнь как бы не воплотились. Как мы уже сообщали, коммунальный скандал грянул в Переволодском районе. Именно там и вынесли приговор руководителю компании «Альфа» Василию Чумбаеву. Ему придется заплатить штраф 200 тысяч рублей. В самом Переволодском районе между тем сменилась власть. В минувшее воскресенье там прошли досрочные выборы главы администрации. Напомню, прежний руководитель Яков Тевс покинул свой пост по состоянию здоровья. На место главы претендовали четыре кандидата. В итоге реальными соперниками стали Виктор Каргалов, выдвинутый «Единой России», и поддерживаемый тремя оппозиционными партиями Вадим Виноградов. Победил как раз Виноградов. За него проголосовали почти 66% избирателей. Жалобы и обращение о нарушении избирательного законодательства в день выборов не поступало. Алкоголю «Красный свет», приобрести пиво и другие спиртосодержащие напитки станет сложнее. С 1 января условия продажи хмельной продукции ужесточаются. Алкоголь уже нельзя будет приобрести в магазинах, расположенных в жилых домах. К чему еще нужно готовиться любителям спиртного и тем, кто его продает, расскажет наш уже просвещенный в этом вопросе корреспондент Виталий Сапожников. Теснить алкоголь с прилавков в Оренбурге начали резко и упорно. Сначала был введен временной лимит на его продажу до 22 часов. Затем с 1 июля этого года пиво исчезло из остановочных павильонов. Здесь уже помогло федеральное законодательство. А уже с 1 января хмельные напитки должны исчезнуть из магазинов, расположенных в жилых многоквартирных домах и нестационарных торговых объектов. Каждая точка, реализующая алкоголь, должна быть учтена в городской схеме мелкорозничной торговой сети. Предприниматели, которые не захотят принять новые правила игры, из нее исключаются. А если в схеме не будет мелкорозничной торговой сети, то он машинально попадает под, как говорят, раздачу, попадает под то, что он должен быть убран. Такой перспективой большинство предпринимателей, естественно, озабочены. Они уже провели акцию протеста против, как они говорят, монополизации рынка. Самое страшное, на мой взгляд, то, что ошибки совершать можно, те, которые можно поправить. Но если уничтожить инфраструктуру, вот эту торговую, то есть это оптовые предприятия и не сетевая розница, то потом восстановить это невозможно будет. Просто невозможно. Это то, что создавался в 90-е годы, вот стихийный этот рынок, естественный, где присутствует конкурентная среда. Между тем, областные парламентарии в деле борьбы с алкоголем готовы пойти и дальше. Тем более, что некоторые инициативы уже опробованы и хорошо себя показали. К примеру, перед спиртным наверняка зажгут красный свет во время праздников, где главные герои – дети, например, День знаний. В зоне внимания депутатов и условия хранения алкогольной продукции они предлагают увеличить площади торговых точек. Продажа будет запрещена, но пока в проекте. Для города Оренбурга норматив 150 метров минимальная площадь, для муниципальных образований Оренбургской области 100 метров. То есть, если помещение меньше, то есть это, скажем так, переделанные лифтерки и так далее, то там продаваться этого не будет. То есть, основная продажа алкоголя – переместиться в крупные сетевые магазины, а мелкие торговые точки, лишившись возможности торговать спиртным и пивом, попросту разорятся. Но эта инициатива пока под вопросом, что уже точно нас ждет с Нового года. Это запрет на продажу пива в ларьках и дворовых магазинчиках. Виталий Сапожников, Илья Схаялин. «Наше время». Мы в продолжении темы. Наш разговор с ориенбуржцами на улицах города. Что думают они об ужесточении условий продажи алкоголя? Как вы думаете, стоит ли ограничивать продажу алкоголя? Вообще им запретить надо. Потому что наш народ спивается российский. Они влияют на здоровье употребляющих и плюс на разгул преступностью. Лучше заниматься спортом. Спорт в массы. Запретительные меры – это хорошо, но кроме запретительных мер, надо все-таки регулирующие меры в первую очередь ввести. Ограничивать, думаю, не стоит. Кому надо покупать то, что им надо. А кто не пьет, тому чем шире ассортимент, тем лучше. Проверить качество труб. Такую задачу поставили власти перед оренбургскими коммунальщиками после недавнего скандала в Санкт-Петербурге. В северной столице вскрылся факт хищения по мошеннической схеме. Подрядчики укладывали тепловые сети из бракованных и, по сути, непригодных труб. Этот прецедент стал поводом для проверки и в областном центре. Тему продолжит Яна Корчик. Самый значимый объект оренбург-водоканала на Высокмарский водозабор. Ремонтные работы ведутся здесь с 2007 года. Коммуникации, которые питают несколько районов города, прослужили 40 лет и вышли из строя. Потому перекладка сетей на этом жизненно важном для города объекте необходима. Ноу-хау, я бы сказал, для водоканала впервые в этом году. Использовали в связи с изменением СНИПа в строительных нормах и правил требований к трубе. Не просто стальную трубу. Мы изменили проект. Стальная труба с нанесением цементно-песчаного покрытия внутри. И с гидроизоляцией снаружи. То есть по своим характеристикам эта труба, наверное, сопоставима с характеристиками полиэтиленовой трубы. Но имеет преимущество с точки зрения ее монтажа. Иначе говоря, эти новые трубы аналог полиэтиленовых, но гораздо надежнее. В сроках эксплуатации 50 лет. Качество укладываемых коммуникаций заместитель министра ПЖКХ проверил лично. И причем не только на этом объекте. Канализационная насосная станция в Тройгородке приносила жителям Оренбург-водоканалу много хлопот. Старое оборудование находилось в аварийном состоянии. Однако теперь систему обслуживания полностью автоматизировали, установив новую модульную канализационную насосную станцию. Так что проблемы более чем тысячи жителей на ближайшие полвека решены. Сегодня мы объехали несколько объектов, которые финансируются по программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Здесь средства и областного бюджета, и городского, и, собственно, водоканала. Работы будут выполнены в полном объеме. Труба очень хорошего качества. И, как мы с вами видели, КНС также устанавливается модульная. Ремонтные работы в Тройгородке уже почти завершены. А на Новосокмарском водозаборе до полного обновления осталось проложить полтора километра сетей. Яна Корчик, Виктор Горшенев. Наше время. И наше время о спорте. 14-летняя Александра Горячкина стала победительницей женского Кубка России по шахматам. Соревнования зарешились накануне в Ханты-Мантийске. В финале турнира урская спортсменка, представляющая ныне Салихард, переиграла москвичку Ольгу Гирю. Ну и к нам присоединяется наш спортивный обозреватель Сергей Тыщенко. Как всегда, с подробными новостями. Работай в магазинах «Ринг». От продавца до директора магазина за 10 месяцев. Карьерный рост, белая зарплата, соцпакет, детский оздоровительный лагерь. Ждем всех. Телефон 32 95 20. Это новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. Шесть очков из девяти. Южный Урал завершил очередную домашнюю серию матчей в чемпионате высшей хоккейной лиги. Напомню, на прошлой неделе арчане провели три встречи, две из которых завершили в свою пользу. Турнир на таблице чемпионата. Южноуральцы по-прежнему на третьей позиции в активе «Синебелых» после 32 матчей 61 балл. Лидирует в российском первенстве хоккеисты Крагандинской «Сары Арки». Строчкой ниже располагается Тюменский «Рубин». Замыкает квартет сильнейших «Альметьевский нефтяник». В Оренбурге прошло молодежное первенство области подзюдо. Участвовали в соревнованиях спортсмены 91, 95 и 96, 98 годов рождения. За медали турнира в минувшее воскресенье боролись более 200 юношей и девушек из Оренбурга, Горска, Заток Комаровский, Солюлецка, Бузулока, Ковандыка, Тотска и Новотроицка. Всего по итогам первенства было разыграно 27 комплектов наград. Сильнейшими в командном зачете стали Оренбургсы, завоевавшие в общей сложности 31 медаль. 8 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых. И пока это все новости спорта. До встречи. Через две минуты расскажем о том, где во вторник не будет электроэнергии, а прямо сейчас блок коммерческой информации. Оренбургская зима в этом году бьет все рекорды. Дождь в декабре – это не только сенсация для новостного выпуска, но и повод для беспокойства родителей. Во что обуть малыша? Резиновые сапоги, ботинки из непромокаемой мембраны или все-таки валенки? Какая бы обувь вам не понадобилась этой зимой, найти ее можно в салоне детской обуви на Карагандинской. Более полутора тысяч вариантов для самых разных капризов погоды. А если нам нужна нарядная пара для новогоднего праздника, спрашивают встревоженные родители. Найдется здесь и она, подходящая к любому платью или костюму. Собрались с ребенком в отпуск, а прошлогодние сланцы малы? Вышли из строя кроссовки, а сменная обувь пала в неравном бою с одноклассниками? Не переживайте, на Карагандинской можно купить любую детскую пару обуви и круглый год по очень выгодным ценам. А значит вопрос во что обуть малыша уже не беспокоит оренбургских родителей, ведь ответ на него всегда есть в салоне детской обуви на Карагандинской. В новогоднюю ночь стол накроют в каждом доме и в каждом по-особому. Вашему застолью праздничное настроение уже сегодня готово подарить сеть магазинов империи чистоты. Какой бы ни была ваша кулинарная задумка, будьте уверены, здесь вам помогут и оформить, и подать ее достойно. Будут ли на вашем столе классические и всеми любимые салаты, или вам захочется удивить гостей смелым фьюжном, подходящая посуда найдется в любом полете фантазии. Для главного новогоднего угощения здесь тоже множество нарядов. Это и блюда, и подносы, и минажницы, и специальные решения для рыбы. Здесь подумали о том, из чего ваши гости будут есть, и о том, из чего они будут пить, и даже о том, в чем вы будете готовить новогодние рождественские яства. Такие казанные горшочки не стыдно показать гостям. И помните, стол важно не просто грамотно сервировать, но и украсить. В империи чистоты для этого десятки разновидностей новогодних свечей, праздничные скатерти и салфетки. Так что в предновогодней суете не забудьте о праздничном убранстве вашего стола. Наконец, об отключениях. Во вторник, 11 декабря, в течение дня в областном центре и Оренбургском районе в некоторых жилых домах не будет электроэнергии. Это связано с плановыми ремонтными работами. Уточнить адреса отключений можно на сайте компании или по телефону 56 83 38 98 48 48. И в завершение. Лингвистическая школа Александр Скулх приглашает провести зимние каникулы со 2 по 9 января в лингвистическом лагере ВАУ. При заключении договора до 20 декабря плата по летним ценам. В Александр Скулх уверены, все начинается с качественного образования. Телефон для справок 77 70 80. Все новости на портале 56rb.ru, а завтра в студии Ирина Шмидт. Вам удачи! Компания «Промкомплект» предлагает насосы, задвижки и клапаны, фланцы, отводы, вентили, термометры и манометры, люки канализационные, вентиляторы. «Промкомплект» – все для бесперебойной работы промышленных предприятий. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1, телефон 75 15 85. Торговый комплекс «Три мартышки», проспект Гагарина, 48 дроп 3. Забота о вас и вашем сне. В нашем городе открылся салон «Соня», который предлагает широкий ассортимент спальных матрасов на любой самый избирательный вкус. Здесь работает с лучшими поставщиками комплектующих. При изготовлении матраса учитывается все, вплоть до веса клиента, его возраста, а также разница в весе между спящими. Поэтому ваш матрас будет совершенно уникальным изделием, созданным с учетом ваших пожеланий. В салоне вам предложат уникальную методику подбора матрасов. При помощи специальной компьютерной программы вы сможете выбрать тип наполнителя и ткань наружной обшивки. 12 видов пружинных блоков, в том числе столь удобный и любимый всеми дабл-спринт, пружина в пружине, термоволокно и кокосолотексированные волокна различной толщины. Все это доступно с помощью салона «Соня». В этих матрасах продумана каждая мелочь, вплоть до воздушных клапанов, ручек, этикеток и упаковки. Опытные продавцы подскажут то, что нужно именно вам. Срок выполнения заказа от 1 до 3 дней. Покупку доставят прямо на дом. Заказать понравившийся матрас можно по адресу Проспект Победа 125. Просыпайтесь с удовольствием вместе с салоном «Соня». Галерея обуви – это 5 разных магазинов с индивидуальным ассортиментом, в которых найдется обувь на любой случай жизни и на любое настроение. Сейчас мы пройдемся по всем. Настроение Франции улавливается яркой обувной тенденцией зимы – контрастном носке. Его придумала сама Коко Шанель. Контрастный мысок зрительно укорачивает стопу, делая ваши ножки более миниатюрными. Немецкая практичность прослеживается в удобных унтах и сапогах на плоской подошве. Это пара для прогулок и повседневных подъездок с более простым удобным кроем и без лишних аксессуаров. В сезоне 12-13 итальянские дизайнеры признали главным трендом натуральный мех. Он должен присутствовать и внутри, и снаружи. Модные меховые отвороты и когда мехом украшен подъем стопы. Наша прогулка по пяти магазинам в галерее обуви завершена. Напомню, что в каждом из них вы найдете индивидуальный ассортимент приятных покупок в галерее обуви.